Появляется закрытая директива об организации партизанской подпольной борьбы на занятых врагом территориях. Мы здесь видим возвращение к опыту гражданской войны, опыту интервенции. Вот эти оперативно-чекистские группы, они в приказном порядке трансформируются в партизанские отряды. Сами понимаете, так отряды не создают партизанские, но в условиях цейтнота, в условиях надо что-то делать. И делали люди. Идет вот это формирование чекистских отрядов. Это не означает, что только кроме чекистов никто этим не занимался. Это будет абсолютно неверно, ложно. Надо сказать, что ответственными за организацию партизанской борьбы уже 16 июля были, скажем, назначены. Без всяких вопросов, а может быть, а нам ли это, да? То есть конкретно было указано в постановлении ЦК, что ответственными являются руководители партийных организаций на местах. Немцы отмечают, это как по линии Абвера, так по линии полиции безопасности, по линиям других ведом, что в Беларуси наиболее благоприятные условия для советских парашютистов, там, партизан, потому что народ им помогает. Цифры, это же огромные цифры, 374 тысячи партизан. И это огромная сила, которая, это за весь период оккупации, за три года. И 400 тысяч партизанского резерва, понимаете? То есть людей, которых просто уже невозможно было принять. Конечно, были же партизанские края, понимаете? А они начали создаваться уже в конце, так скажем, условно, 41-го года. И в дальнейшем у нас 20 партизанских зон, где была советская власть. Пытали тех, кого захватывали, там, будь это партизан или подпольщик. Издевались там, страшно издевались, да? Вот, и тем не менее, люди ведь не ломались, не шли на сотрудничество. А ведь тоже обещали, все вам будет хорошо, все будет хорошо, все нет. Хорошо должно быть вот там, где мы, где наша земля, где наша Родина, наше Отечество. И пусть мы несовершенны, но вот что мы сделали, это наше, да. Наши ошибки, наши победы. И учить нас, и уж тем более приходить так, как это было в 41-м году, вот, на нашу землю с оружием, ну, точно не стоит. Валерий Николаевич, рад приветствовать вас. Добрый день. Давайте поговорим о партизанском движении в Беларуси. Тема очень обширная, я это прекрасно понимаю. И рассказать обо всем, тем более в одном разговоре, в одной передаче, невозможно. Попробуем посмотреть на эту тему немножко другого ракурса и поговорить о роли НКВД тогда, ну и в целом спецслужб, как их принято называть сегодня, в организации этого движения и в его успехах, возможно, и в неудачах каких-то, особенно на первых парах. Не знаю, вы поддержите мою мысль или нет. 41-й год в создании в НКВД СССР четвертого управления под руководством Павла Судоплатова. Именно это стало таким знаковым событием для организации партизанского движения вообще на территории бывшего Советского Союза? Или не только? Ну, здесь несколько я бы по-другому построил ответ, не касаясь четвертого управления. Оно, кстати, было создано 18 января 42-го года уже на основе второго отдела НКВД СССР. То есть, если брать, совершить экскурс в историю, то мы видим, 5 июля создается сначала особая группа при Наркоме НКВД СССР, которую майор госбезопасности Судоплата возглавляет. Затем 3 сентября она реорганизуется во второй самостоятельный отдел НКВД. С 41-го года. С 41-го, да. А уже с января 42-го года мы видим четвертое управление, которое больше и известно, как четвертое управление НКВД после реорганизации 43-го года НКГБ СССР во главе с неизменным Павлом Судоплатовым. Но это структура союзная. А основная нагрузка на оккупированные территории Беларуси в плане организации или участия в организации, что будет точнее партизанских отрядов, легла, конечно, на плечи руководства и сотрудников НКГБ, НКВД, БСССР. И если позволите, коротко, какие-то эпохи, этапы отмечу, чтобы было понятно, что, зачем следовало. Начать, наверное, следует с того, что в феврале 41-го года произошла реформа органов НКВД, как в центре, так и на местах. То есть это еще до войны. Да, до войны. До начала войны. Да, и результатом этой реформы стало образование самостоятельных наркоматов НКВД, как СССР, так и республиканских, в краях, областях то же самое произошло. То есть разделился некогда единый могучий аппарат, был разделен на два самостоятельных наркомата НКВД и НКГБ. Органы военной контрразведки были выделены из состава НКВД и переданы частично, большей частью, вернее, в наркомат обороны в виде третьих отделов. Другая часть была передана в наркомат военно-морского флота. И третья – это органы по контрразведывательному обслуживанию пограничных, внутренних, конвойных, оперативных и так далее, войск НКВД. Они остались в составе НКВД. И вот у нас на начало войны была такая вот конфигурация этих органов госбезопасности. Три структуры, которые работали на этой территории, не только на территории БССР, но еще на территории Западного особого военного округа и Белорусского пограничного округа. Это была достаточно такая сложная система, которая требовала наладить между собой взаимодействие. О том, что проблемы в этом плане были, говорят шаги, которые были предприняты руководством госбезопасности в апреле, в мае 1941 года. Когда создавались советы по координации, потом вводились должности заместителей, которые должны были курировать это. Одним словом, пытались как-то урегулировать то, что сделали, но обычно, когда создается что-то новое, идет притирка. Вот какая-то такая притирка. Надо было как-то вот эту единую информационную систему, она теперь стала разбросана по трем разным ведомствам. Все требовалось как-то упорядочить. И тут начинается Великая Отечественная война. И начинается она совсем не так, как, может быть, планировали в штабах. Вот мы знаем, что, к сожалению, первый удар, который был, во-первых, нанесен неожиданно, и слово «вероломно» здесь как нельзя более точно отражает, поскольку существовал договор о ненападении между СССР и Германией. И Германия в этом плане его нарушила. Что, в общем-то, в публичном пространстве тех лет считалось это как бы вероломством. То есть не было так принято. Да, с поляками тоже война началась неожиданно. Но там раньше был расторгнут договор, и поляки начали раньше готовить планы по, так скажем, мобилизационную активность проявлять и так далее. То есть там несколько месяцев было для того, чтобы как-то догадаться к втражению. Все равно это оказалось, да. И уже по итогам первой недели вырисовалась следующая картина. По состоянию на 27 июня уже не знают, где войска находятся, что с ними, потому что радиосвязь нарушена. Основной акцент был сделан, конечно, на телеграфные средства связи, там, ну, линии передач, которые были диверсантами уничтожены. А сама по себе радиосвязь оказалась, ну, недостаточно, что ли, эффективной. Хотя средства радиосвязи имелись в войсках. Вот. Но проблема обученности, готовности работать с ними, она, в общем-то, была выявлена еще до войны. Что такая проблема, вот, обеспечения связи, взаимодействия, разведки, она существует. Это по итогам Советско-финляндской войны проводились разборы, по итогам учений, и, в общем-то, округ инспектировался в этом плане. И было это отмечено как одно из уязвимых мест. И, в общем, оно выстрелило годы войны. И вот уже тогда первые группы направляются сюда, на территорию, где происходят бои, по приказу командующего Западным фронтом, для того, чтобы установить связь. И там уже работают среди них чекисты военные. Что произошло за первую неделю? Почему именно за первую неделю? Потому что 29-го появляется директива, закрытая, соцсекретная директива, об организации партизанской подпольной борьбы на занятых врагом территориях. Мы здесь видим возвращение к опыту гражданской войны, опыту интервенции и, можно сказать, что и советско-польской войны. Когда партизанские отряды, небольшие маневренные группы, действующие самостоятельно в тылу противника на коммуникациях, они показали свою эффективность. И даже вот можно вспомнить работу Михаила Васильевича Фрунзе, посвященную этой проблематике, где он придавал большое значение вот этой малой войне. И в СССР, в общем-то, поняли, что это не то, что можно просто вот так вот отбросить. И начиная с 1926 года, еще при жизни Держинского, мы видим, как два ведомства ОГПУ и наркомат обороны начинают эту проблему разрабатывать. А начиная с 1930-х годов сначала, мы видим уже практическую реализацию, когда формируются партизанские отряды на случай войны, когда с ними проводятся учения, в том числе с парашютированием бойцов этих партизанских отрядов, создаются различные схроны, закладки предусмотрены, в которых содержится оружие, боеприпасы, соответственно, школы, обучение, все это идет. В Белоруссии один из таких вот известных впоследствии партизанских командиров, это Артур Карлович Спрогис, который работает в этом плане. В 1936 году они проходят обкатку, многие в Испании, участвовали в гражданской войне на стороне республиканской армии. И там тоже эффективность вот таких малых маневренных групп разведывательно-диверсионных, партизанских отрядов, она очень высока. Ну а потом случается то, что случается, происходит вот всплеск массовых репрессий при наркомии НКВД Ежове, и под нож попадают, причем в самом натуральном смысле, попадают люди, которые, в общем-то, участвовали в подготовке специалистов по плану Д. Ну, план Д, там, диверсии. Уничтожаются школы, специалисты, те, которые, в общем-то, остаются живыми, они могут оказаться в местах лишения свободы, сняты из должности и так далее, и так далее. То есть вся система, которая была наработана в течение нескольких лет, она оказалась разрушенной. И к началу Великой Отечественной войны у нас из того, что было, ничего не осталось. Вот для примера. В Беларуси, это еще до присоединения западной части к БССР, у нас было 6 отрядов партизанских на территории Беларуси. Порядка 3 тысяч человек подготовленного резерва, закладки оружия. По некоторым закладкам могу сказать, что то количество потом оружия, которое там было складировано, а после расформированы эти склады были тайные, за время войны столько партизаны не получили, сколько там было сложено. А оружие, это вещь, сами понимаете, без оружия не навоюешь, а уж тем более без боеприпасов к нему. И вот рождение этих закрытых директив, оно очень быстро проходит. Надо сказать, что вот в период Белорусской стратегической оборонительной операции, она у нас в историографии обозначена двумя точка входа, это 22 июня, и точка выхода 9 июля 41 года, когда она завершилась. После этого начинается уже Смоленское сражение. Так вот, в период Белорусской стратегической оборонительной операции были разработаны необходимые нормативные акты, как на уровне Союза, так и на уровне ведомств, уже подзаконные акты, которые как раз таки регламентировали создание иррегулярных воинских формирований, предназначенных для различных целей, как-то, например, истребительные батальоны, создание которых отвечало НКВД, создание оперативно-чекистских групп совместно с органами НКВД, это уже НКГБ отвечает, наркомат обороны, он обязан обеспечить выполнение заявок на получение оружия, боеприпасов, и все это в очень сжатые сроки происходит еще до 29-го числа, то есть 24-го, 25-го. Выходят эти закрытые директивы, 1-го июля выходит директива номер 168, которая регламентирует деятельность для чекистских органов в военное время, и там уже написано черным по белому, что при занятии противником территории они остаются для организации партизанских отрядов и так далее, и так далее, там по списку. Это при том, что все наработки вот с 20-х и 30-х, и до середины 30-х годов они утеряны безвозвратно. Они уничтожены, начнем, вот так вот. Остались только люди, которые, и вот я должен сказать, что те наши прославленные партизанские командиры, которые стали героями Советского Союза, они ведь все родом оттуда, если так можно сказать, то есть те, которые прошли через горнило Гражданской войны, партизанили на захваченной Польшей западно-белорусских землях, участвовали в Гражданской войне в Испании, одним словом, приобретали опыт. Это вот фамилии достаточно известные Кирилл Прокофьевич Орловский, герой Советского Союза, Станислав Ваупшас, или Ваупшаса, он нам больше известен такой в русской трансформации его фамилии, Александр Маркович Рабцевич, Василий Захарович Корж, пусть Корж уже к этому моменту, к началу войны он не служил в чекистском аппарате, да, он был заведующим финансового сектора Пинского обкома партии, но тем не менее он все это прошел, и в Испании он свою задачу очень достойно выполнил, потому что был по возвращению и орденом награжден, правда, потом и посажен был, вот, ну, 40 дней провел, слава Богу, что за него его друзья походатствовали, и одним словом, ему удалось избежать. Вот вы сейчас фамилии называете, а ведь это улицы, да, в городе Минске? да, 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 это все, это как бы вот актуализация, вот, пожалуйста, выйдите, выйдите на, вот, из здания в город, пройдите, и вы увидите эти улицы, вот, возможно, кто-то на них живет и не знает, и не знает, да, что это за люди, и вот после 1 июля начинается формирование партизанских, мы сейчас говорим пока про чекистов, но я готов рассказать и в целом про партизанское, начинается формирование, есть уже оперативно-чекистские группы, которые сформированы в конце июня в Могилеве, почему в Могилеве, да потому что под натиском немецко-фашистских войск, вы знаете, что и 25-го уже Минск был оставлен, штаб Западного фронта передислоцировался, в Могилев там ЦК КПБ передислоцировался, органы ушли центральные аппараты. Ну, Могилев же оборонился в 23-е. Да, но мы сейчас говорим про 1-е там, вот, июля. И вот начинается формирование на базе вот этих групп, особенно после выступления Сталина по радио 3-го июля. Он выступил, это как вот рубеж, в мемуарах многих он отмечается, что мы перешли к партизанской борьбе, нам приказ был дан, после выступления Сталина по радио, потому что в те времена кто может прочитать эти секретные документы, там не всегда даже до лица, которому и дозволено, что называется, с ними ознакомиться, они могут дойти, да, ну, в тех условиях конкретных. А вот радио, оно доступно, и вот выступает вождь, в авторитете которого никто не сомневается, и говорит о том, что надо вот бить врага на занятой территории, вот создавать отряды и так далее. И вот эти оперативно-чекистские группы, они, в общем-то, в приказном порядке трансформируются в партизанские отряды. Сами понимаете, так отряды не создают партизанские, но в условиях цейтнота, в условиях вот надо что-то делать, и делали люди в этих условиях. Поэтому получалось так, как вот, например, с Осиповичской оперативно-чекистской группой под командованием капитана Кирилла Андреевича Рубинова, который, кстати говоря, из Баранович в Могилев прибыл, то есть они вот отошли вместе с войсками, вот, он возглавил эту Осиповичскую ОЧГ, но даже получилось, что Осиповичи заняты 30 июня, и поэтому они в Кличевском районе работали, там ловили диверсантов, сигнальщиков там и так далее. И вот они получают приказ о переходе к партизанской работе. Все, он построил, Мальцов сказал, кто хочет быть партизаном. Вот 23 человека из 101 сказали, мы хотим партизан, готовы к этому, да, в их числе будущий герой советского суббора Михайлашев, Николай Афанасьевич, человек известный, и, кстати говоря, улица тоже Михайлашева есть, правда, она вот, в микрорайоне Копище, это Минский, район там, рядом улица Лопатина, тоже прославленного партизанского командира чекиста, капитана Лопатина. И таким образом вот происходит создание этих отрядов. Они все одеты в форму сотрудников, с удостоверениями, с партбилетами, кто-то, или комсомольскими билетами, с табельным оружием, то есть у них никакого специального оружия для ведения партизанской борьбы. Как в кино часто показывают, что они ушли в лес и сдали все знаки отличия, документы. Ну, все отдали. Смотрите, что касается отряда капитана Рубинова, партизанского, то они партбилеты сдали в райком партии Кличевского района. Туда вот. Вот партбилеты они туда сдали на хранение. Все остальное осталось при них. Ну, согласен, и так все. И так не только они. Все вот 14 отрядов, все одеты в форму сотрудников госбезопасности милиции, потому что это смешанного состава были отряды, там были НКГБ, НКВД и из милиции даже. Поэтому, кто во что одет, как положено в служебное обмундирование, стабильным оружием, у некоторых винтовки Ли Энфельд, которым калибр патрона ни к немецким не подходит, он между ними ни к советским к Мосинке, я имею в виду. То есть, расстрелял ты эту обойму или две, или три, и все. И дальше Винтовка превращается в палку. Нет, ну, конечно, она как бы, кто не знает, что она не заряжена, можно напугать там, но тем не менее это вот, потому что этих винтовок еще с гражданской войной осталось достаточно на складах, их вооружили. То есть, проблемы были, люди были не местные в отрядах, были там откуда только не было их, с Ленинградского округа, там еще откуда, то есть, там было очень мало людей, связанных с этой территорией, знающих этой территории. Но это вовсе не значит, что они бы не смогли решать свои задачи. И до тех пор, пока у них такая возможность была, они эту задачу решали. Решали эту задачу и по мере того, как у них необходимые для ведения партизанской борьбы заканчивались ресурсы, а это могло быть и продовольствие, на что, допустим, писали в рапортах, указывают, говорят, что у нас продовольствие, мы не можем, ну, как бы, население грабить, отбирать у них. А у крестьян, говорят, хлеба урожая 40-го года, это из рапорта Зайцева, уже не было, а урожая 41-го года еще не был. И покупать деньги, и тут тоже выяснилась картина такая, что, допустим, сотрудник госбезопасности получает больше сотрудника НКВД, ну, если на равных должностях, а вместе они получают больше сотрудника милиции. И у кого раньше закончатся деньги, если делать одинаковые покупки. Опять же, такая история, это же на оккупированной территории уже, то есть, что там, в ходу были советские деньги? Нет, еще, понимаете, не было такого классической, что вот так вот надвигается фронт и занимает всю территорию. Там были районы, которые, вот вроде бы немцы продвинулись вперед, а в этом районе никого нет еще. Понимаете, то есть, фронт не был сплошной, не было сплошной линии фронта. И идет вот это формирование чекистских отрядов, это не означает, что только кроме чекистов никто этим не занимался. Это будет абсолютно неверно, ложно, надо сказать, что ответственными за организацию партизанской борьбы уже 16 июля были, скажем, назначены без всяких вопросов, а может быть, а нам ли это, да, то есть конкретно было указано в постановлении ЦК, что ответственными являются руководители партийных организаций на местах. А это значит у нас Пономаренко, секретарь ЦК Компартии Беларуси первой, и по совместительству он же одновременно член военного совета Западного фронта, и на местах руководители обкомов, райкомов партии. И мы видим, как выглядит эта работа на местах. Создаются тройки, в которые входят секретарь обкома или райкома, председатель райисполкома может входить, и начальники соответствующих гор-рай аппаратов НКГБ или НКВД, которые входят и занимаются этой работой. Собственно, говоря, пока армия воюет, они должны этим и заниматься. Обеспечивать безопасность при фронтовой зоне, то есть, как я говорил, посредством истребительных батальонов, оперативных, чекистских групп, при необходимости участвовать в боестолкновениях с противником, поддерживая, допустим, как вот Березинский отряд, Юрина, или Слуцкий отряд Василевского, они оказывали содействие, ну, сколько их было, столько, там, по сотне человек в каждом отряде. Допустим, войскам 20-го корпуса генерала Никитина вот, держали оборону по Березине, там, понесли потери, отряд Василевского пошел на доукомплектование после этого. И вот этот процесс, он контролировался партией. И руководители органов госбезопасности, внутренних дел, они были интегрированы в этот процесс, они входили в состав троек, которые занимались вот этой организацией этих отрядов, подбором этих людей. При этом чекисты не только как бы участвовали в подборе, они и сами формировали, вот я пример привел, вот 14, всего было 15 отрядов создано и 45 оперативных групп. Это чисто из сотрудников. Помимо этого сотрудники органов внутренних дел, госбезопасности возглавляли другие отряды, вот стояли во главе этих отрядов, как командиры, либо входили в их состав, глава этих отрядов. Вот, и так, точно так же участвовали и в партизанской борьбе. Вот первый приказ о награждении партизан белорусских, датированный указ, вернее, от 6 августа 41-го года, если ознакомиться с полным списком, мы увидим там, ну, солидное представительство сотрудников госбезопасности и внутренних дел и милиции, вот, которые были награждены различными наградами. Вот, к примеру, командир Березинского отряда Юрин Сергей Васильевич, он был удостоен ордена Ленина. И вот этот процесс создания отряда, он идет как на незанятой территории, так потом продолжается на занятой противником территории, создаются отряды. Здесь, конечно, есть небольшое расхождение между количеством заявленных отрядов, которые были созданы, и те, которые перешли в реальности к партизанской борьбе. Но, тем не менее, если было заявлено 104 отряда, я могу сказать, что более половины, даже ближе к 70 отрядам, это которые реально вот здесь участвовали. А как дальше происходил процесс? Сколько, например, вот это ядро, сколько примерно человек одного отряда? Если вот люди, о которых мы говорили, которые в форме, с документами, с оружием, так или нет. Вот если изначально создаются, они все создавались, там самый маленький отряд был, это 50 человек, остальные были все от 90 до 100 человек, это все в форме. Потом просто при формировании отрядов все опирались на принцип добровольности, потому что люди готовы были сражаться в рядах действующей армии, но партизанство это как бы требует новых других каких-то качеств, потому что ты находишься на территории контролируемой противником, и ты понимаешь, что за тобой уже нет ни армии, никто может не прийти тебе на помощь в какой-то сложной ситуации. Но должен сказать, что к концу года осталось 50 отрядов, то есть все-таки которые зафиксированы, то есть были понесены потери, то есть какие-то отряды были разгромлены, какие-то рассеяны противником, что значит рассеяны, что они разошлись и больше они никогда не встретились. Я на примере Михайлашева сейчас это проиллюстрирую. Какие-то в силу того, что не могли уже выполнять задачи свои, вот о чем писал Юрин, допустим, он пишет, говорит, у нас летнее обмундирование, наступают холода, все болеют, у нас нет одежды, ну просто вот нет одежды, в чем, и сапог-то у людей не у всех были, кто-то был там в летней обуви, как его поставили в строй, в том он и пошел воевать, понимаете, поэтому осенне-зимний период в Беларуси в условиях тех лет, это достаточно сложный период, который требует и теплой одежды, и хорошей пищи, для того, чтобы человек не замерз, и мог и даже у крова какого-то где-то надо ведь жить, чем-то отапливать это жилище, что-то добываться на пропитание, потому что человек, который должен выполнять работу тяжелую, физическую, а партизан, он выполняет тяжелую, психофизические нагрузки там тяжелые, он должен что-то как бы и кушать, если так вот вещи своими именами, над этим может кто-то не думает, но попробуйте провести в лесу несколько суток, даже в летнем лесу, без соответствующей одежды, что с вами сделают комары, ночные там похолодания и так далее, там сырость, все это самое приведет, человек придет в состояние негодности к выполнению каких-то задач, вот, но отряды, которые пережили эту зиму самую сложную зиму для них, они, конечно же, потом вот и выросли и достойно сражались и все это самое. Но вот за счет чего они переживали? А я скажу, как переживали. Это же после войны уже появилось название вот это вот крылатая республика партизанка, то есть они как-то вступали все-таки в контакт с людьми, которые поддерживали, должны были поддерживать, по-другому они бы не выжили. Хочу сказать об этом, что о уникальности нашего народа, что в целом это народ, который, в общем-то, всегда протянет руку помощи. И если даже посмотреть на немецкие документы, вот в частности рейс-комиссариата Остланд, вы знаете, туда входила часть оккупированной Белоруссии под названием Генерального округа, Вайсрутения, Генеральная округа Литва, Латвия, Эстония, и там дается характеристика населения. И описываются условия, благоприятствующие ведению противникам, в данном случае Советским Союзом, разведывательно-диверсионные работы. И немцы отмечают, это как по линии Абвера, так и по линии полиции безопасности, по линиям других ведомств, что в Белоруссии наиболее благоприятные условия для советских парашютистов, партизан, потому что народ им помогает. Вот поэтому и выжили, и выживали в последующем. Я вам скажу, что вот, это как бы нарушая хронологию, скажу, есть вот в письме героя Советского Союза Никлюдова, командира отряда боевой, где он высказывает благодарность белорусскому народу, людям, которые и прятали, и лечили, и кормили, и даже охраняли, говорит, при необходимости. То есть поэтому это высокая оценка. Вот я привел оценку врага, который говорит об этом, и привел в частности вот партизанского командира. Выжили в домах. Вот пример Дьячкова. Это сотрудник НКВД Дьячков, в последующем командир второй белорусской партизанской бригады. То есть она была вслед за бригадой Шмырева, за первой белорусской сформирована. Значит, в условиях декабрь, начало января, в условиях невозможности ведения боевых действий, отряд разошелся по домам. Вот в прямом смысле слова разошлись по домам. После или в ходе Тарапецко-Холмской операции, когда появились широко известные, сегодня уже благодаря кинематографу литературе. Витебские ворота это такой условно называется как разрыв между боевыми порядками группы армий Север и группы армий Центр между Велижем и Усвятами, вот 40-километровый, который как объективный фактор сыграл огромную роль. Вот тогда партизаны Дьячкова снова вышли, взялись за оружие и, в общем-то, активно воевали, действовали. Поэтому здесь население белорусское, конечно, это такой фактор стратегический, без которого бы никакого здесь партизанского движения не было. Сколько ты команд не отдай сверху, а если через народ, через душу народа эта команда не проходит, он никак на это не реагирует. Я не говорю, что у нас все были партизанами, были и те, кого не хочется вспоминать, но они были, их надо знать, но они не составили то большинство, которое определяет. Понимаете? Вот определяющим большинством как раз таки это было те люди, которыми мы гордимся, к могилам которых возлагаем цветы. Ну, давайте говорить объективно. Бойцами все быть не могут. Конечно. Не все на это способны. Не у каждого человека есть ну как, не то, что даже желание, может желание это и есть. Способности. Это ведь не просто взять в руки ружье. Выстрелить человека тоже непросто, пусть даже во врага. Попасть еще не проще. А убить, понимая, что ты убьешь, это еще, это все очень сложные вещи. Нам в мирной жизни они вообще непонятны. Ну вот в обычной мирной жизни. Да, наверное, этому всему быстро обучается человек в экстремальной ситуации. Но вот человеку, живущий обычной жизнью сегодня, вот эти вещи это не кино, это не компьютерная игра, это все реальные истории. Все правильно. И здесь я должен сказать, что в партизанских отрядах, в тех, где были сильные командиры, там шло обучение. Там непрерывное шло обучение. понимаемое участие в боевых действиях, это одно, там ты вышел и уже то, что ты накопил, какой багаж у тебя есть, какие навыки, умения есть, ты там их проявляешь. Либо хорошо, и тогда ты живым возвращаешься, либо плохо, и тогда ты либо раненый, либо в худшем случае оставишься там на поле боя. Вот поэтому это обучение шло. И здесь ведь нужно сказать, что значимую роль сыграли военнослужащие, оказавшиеся в окружении, которые выходили, и в августе тут я тоже должен сказать, что командование поняло, что, ну, вот эта партизанская борьба, организация этой партизанской борьбы требует того, чтобы люди не стремились все выйти с этой оккупированной, захваченной врагом территории, а остались там для того, чтобы организовать эту партизанскую борьбу. Разбрасывались листовки в августе, начиная с середины августа, вот где предписывалось для небольших групп воинских, которые оказались в окружении, переходить к партизанской борьбе. Такие примеры есть. Есть примеры и другого рода, когда, допустим, это уже 42-й год, берем, здесь работает на территории Минской области отряд, впоследствии ставший известным как отряд местные, которым командует Ваупшасов, он здесь под псевдонимом Градов проходит у нас, и когда его разведчики собирают в округе все партизанские группы, до которых смогли найти, достучаться, что ли, они их приглашают на общий сход, Ваупшасов называет это конференцией, именно такие две конференции, такая необычная форма организации партизанских формирований через конференцию, за что ему потом высказывали претензии, говорили, что ты там придумал, что это за новая такая форма, но тем не менее. Он проводит в июне и в июле 42-го года конференции. На этих конференциях что происходит? Оформление отрядов, то есть большая земля благодаря радиостанциям, а у Ваупшасова их было две и два радиста, соответственно, в центре узнают, а соответственно не только его руководство, а потом к этому подключается уже и ЦК КПБ, узнают о том, что на территории в частности Минской области есть разрозненные партизанские группы, которые Ваупшасов объединил их. Они получают название партизанские отряды, борьба Долганова, Кускова непобедимые, дяди Васи Воронянского. Кстати, Воронянский собирался выходить за линию фронта со своим отрядом, и благодаря радиосвязи с Большой землей ему оттуда поступают указания, что вы... Это при том, что Воронянский числился пропавшим без вести, если так вот думать. Это означает, что его семья, которая была на Большой земле, не получала ничего, потому что пропавший без вести. и вот здесь узнают, это как бы, понимаете, и другие там сообщают данные о том, что вот такие военнослужащие оказались здесь, вот перешли к партизанской борьбе. Это ведь тоже момент, что тебя, во-первых, знают, что ты не сбежал никуда-то, не дезертировал, не погиб, да? Жив, в принципе. Жив, и твоя семья начинает получать там денежную помощь, в виде аттестата. Это тоже ведь важный вопрос, не только для тебя, да? Но еще для членов твоей семьи. Это как бы мы на это не обращаем внимания, но ведь, извините, деньги, они ведь не самоцель, но они нужны для обеспечения всех потребностей человека. Так просто можно, конечно, за счет бартера, но это, ну это я про важность того, что вот тоже такой момент важный, да? Который мы добываем. Еще скажу, что лица, которые переходили к партизанской борьбе, ведь за ними сохранялся средний оклад по должности, который вот они занимали, они получали аттестаты там, вот все это самое. Я не знаю, правда, как это происходило с людьми, которые здесь, на оккупированной территории, сами поднялись, этот вопрос, как-то вне поля моего зрения оказался, но что касается тех, которых забрасывали с большой земли, они все получали денежные аттестаты, и в ряде документов приводятся суммы, которые вот окладов их, которые они получали. Теперь перейдем к наступлению под Москвой, которое началось там 5 декабря 41-го года, и вот эти первые успехи, первые успехи Красной Армии под Москвой, они, в общем-то, также активизировали принятие новых документов, в данном случае подзаконных, по ведомству, по НКВД СССР. Значит, 6 декабря сразу выходит приказ об усилении разведработы, ну, то есть, это нормальная практика, армия наступает, значит, надо усилить, активизировать работу разведывательную, для того, чтобы сообщать командованию о планах там противника, его базах, объектах и так далее. Вот. Затем 12 декабря выходит приказ о организации оперативно-чекистской работы на освобожденных территориях, а 20 января уже выходит приказ о конкретно о работе, организации оперативно-чекистской работы на освобожденной территории Белорусской ССР, и установлении связи с партизанскими отрядами, которые действуют там в тылу противника и так далее. Но ключевое, на освобожденной, то есть... 20 января какого года? 42-го. То есть, в 42-м году уже говорили об освобожденной территории БССР. Да, да, да. как бы ожидания советского военно-политического руководства были таковыми, и эти ожидания, они трансформировались в этот вот приказ. Вот я, в частности, только по линии НКВД говорю, да, о создании на освобожденных. Не для там борьбы с разведкой противника, там еще как, потом это все оказалось, да, а вот именно на освобожденных. И ведь, смотрите, Тропецко-Холмская операция, которую я упоминал, это вот из 10 февраля начинает работать этот Витебский коридор, то есть, вот этот прорыв реальный, который стал таким фактором объективным, который оказал сильное влияние. Представьте, неконтролируемая территория, через которую могут проходить туда и обратно. И, ну, это просто отвлекаться не буду. На этот момент скажу, что он сыграл значимую роль. И, как бы, нет необходимости переходить к партизанской борьбе. У нас же успех, мы на пике идем. И даже, вот если почитать воспоминания Ваупшасова, он с прокопяком, это тоже его комбат, с которым они в МСБОНе были, участвовали в обороне Москвы, и они возглавляют группу и должны в тылу противника. Но он говорит, нас войска догоняют, и мы понимаем, что мы как бы не можем убежать в этот тыл противника, поскольку наши войска нас обгоняют. Но потом случилось то, что случилось. Темпы наступления замедлились, оно выдохлось, поскольку у нас резервов не было для продолжения наступления. Реально мы и так начали силами, ну, незначительными, так скажем, для того, чтобы была возможность окружить группу армии центра, уничтожить ее тем более. И уже в марте становится понятным, что вот наступление выдохлось, ряд операций, в отличие от Тропецко-Холмской, не достигли, вот как Вяземская десантная, там не достигли поставленных целей. Немцы переходят к обороне, Харьковская операция тоже, это самое, не достигла поставленных целей, более того, там разгром случился. И что мы видим, 20 марта создаются группы, оперативные группы ЦК КПБ создают группы северо-западную во главе соединенного и западную. И вот эти группы как раз должны активизировать работу на занятой врагом территории в плане там развития дальнейшего партизанского движения, подпольной борьбы и так далее. Они создаются вот эти группы и здесь мы опять-таки видим, что чекисты они интегрируются в эту работу. Несмотря на то, что вот 20 января вроде бы выходит приказ по НКВД о создании, но это на освобожденных территориях. А 20 марта создаются и по указанию Витебского обкома партии на территорию Витебской области заходят районные оперативно-чекистские группы. Вот Витебской областной группы, которые возглавляет Юрин, заходят эти группы во главе с Максименко и другими командирами, которые работают районные оперативно-чекистские группы. Их задача в тесном контакте с районными подпольными организациями, с райкомами партии, обкомом, как раз таки организовывать движение партизанское, развивать это движение. И уже у них одна из задач появляется, это оказание помощи партизанским формированиям в защите от агентурного проникновения спецслужб противника. То есть появляется, но она стоит на последнем месте еще. А после фиаско харьковской операции наступательной, она как раз в мае завершилась неудачей. Мы знаем, 31 мая создается центральный штаб партизанского движения. И один из тех, кто как бы еще в начале мая высказывает предложение наверх о том, чтобы создать единый орган руководства партизанским движением на территории, в частности, оккупированной БССР, это Цанава. Цанава. К этому времени он занимает должность начальника оперативной чекистской группы НКВД по БССР. То есть НКВД БССР был расформирован еще в конце 1941 года. Цанава в тот период был начальником особого отдела НКВД Западного фронта, потом он стал заместителем начальника управления особых отделов, и вот возглавил оперативную чекистскую группу НКВД по БССР. Так вот он один из тех, кто такое предложение высказывает. Но поскольку они с Пономаренко в тандеме работали, я не исключаю, что возможно это как бы они обсудили предварительно это в рабочем порядке, но в итоге мы видим то, что видим. И вот эта вот централизация абсолютно логична и потом показала свою практикоориентированность. То есть оказалось, правильное решение сделали. А потом мы знаем, что уже создается и белорусский штаб в сентябре партизанского движения. То есть вот этот первый этап партизанского движения, который у нас в историографии с 22 июня 41-го и заканчивается как раз контрнаступлением под Сталинградом. Это 19 ноября 42-го года. Сегодня это день ракетных войск и артиллерии. Как раз таки это тоже тема отдельного разговора о том, как удалось эвакуировать промышленность и сделать это создать экономическое чудо в тыловых районах Советского Союза. Это под силу было только стране организованной, где люди внизу тоже понимают вот эту сверхзадачу, которую нужно было решить. В последующем белорусский штаб партизанского движения выступает в качестве органа руководящего и координирующего всей работы. Ему переподчиняются, переходят в оперативное подчинение все отряды, заброшенные по линии 4-го управления НКВД СССР. Это абсолютно логично, потому что если в плане разведки они могли решать свои задачи в плане военно-политической разведки, то в плане диверсионной работы они должны были выступать как единое целое. То есть вот такая вот работа, все это на оккупированной территории. В условиях жесточайшего прессинга со стороны контрразведывательных, полицейских органов противника, при том огромнейшем количестве карательных или, как немцы говорят, антипартизанских акций и крупных операций, которые они не прекращаясь организовывали и проводили на нашей территории. Тем не менее, вот такой вот процесс идет и мы видим, как увеличивается, растет партизанское движение, увеличивается. Вот представьте, цифры, это же огромные цифры, 374 тысячи партизан. И это огромная сила, которая, это за весь период оккупации, за три года, и 400 тысяч партизанского резерва, понимаете? То есть людей, которых просто уже невозможно было принять туда, то есть их нечем было обеспечить. Но это местные, простите, мужики, это же не засланные военнослужащие, либо чекисты, либо другие какие-то... Нет, нет, это все. И даже я вам скажу так, что когда мы употребляем термин чекистский партизанский отряд, как Ваупшасова, ну вот на примере его хорошо видно, по названию, смотрите, местные, потому что там были местные, тутейшие, которые знали хорошо, и мы посмотрим на всех его руководителей диверсионных групп, там, Матузов, Красницкий, там, Воронков, это все местные, ну, Воронков из НКВД, остальные там... В кино, особенно в последнее время, потому что, блядь, советское кино и современное кино, это несравнимые, по-моему, вещи, но особенно в последнее время, если где-то мы видим партизанский отряд, то что, как мы видим его? да, это, в основном, это местные, да, там есть кто-то, чаще всего комиссар, есть еще несколько человек, которые что-то умеют очень хорошо, и это действительно какие-то подготовленные, когда-то засланные, возможно, люди, плюс семьи, семьи, хозяйство, коровы, козы, все, все в куче, то есть, вот это так примерно и было. Конечно, были же партизанские края, понимаете, они начали создаваться уже в конце, так скажем, условно, 41-го года, вот, и в дальнейшем у нас 20 партизанских зон, где была советская власть, где создавались органы, вот, допустим, если взять, пудать местечко, это был штаб Шмырева, там же все институты власти были, райком есть, а пудать это где? Это Витебская область, да, Витебская область, ну, я же говорю, где вот эти вот ворота, это все, и там все институты были советской власти, там работало, вот, райотделение милиции, пожалуйста, там, райотделение НКВД, там, то есть, ну, все это было, и уникальность ситуации, у нас же ведь все вот эти органы власти начали выстраиваться уже на оккупированной территории, да, они были, можно сказать, такой симбиоз военно-политический, в чем это выражалось, в том, что руководители обкомов, райкомов партии, они становились командирами соответствующих, там, им по рангу, партизанских формирований, будь то партизанское соединение, там, к примеру, Минской области, да, Витебская или Брестская область, Парановичской области, во главе которых стоят там первые секретари подпольных обкомов партии, и они же являются командирами этих вот, там действует, допустим, белорусский штаб партизанского движения, Петр Захарович Калинин, второй секретарь партии, он же ведь, как и уполномоченный ЦК выступает, есть уполномоченный белорусского штаба партизанского, то есть, вот, вся структура, вот, власти, мы видим, вот, как бы, как она воссоздается на оккупированной территории, это тоже уникальность, территория вроде бы захвачена, но там, где партизанские зоны, там действует советская власть, там красный флаг над сельсоветом, понимаете, и даже здесь, вот, на территории Меньшины, вот, такое уникальное создание, помимо подпольных райкомов партии, там, обкома партии, горкомов, создаются соответствующие подразделения НКВД, помимо особых отделов партизанских формирований, вот, помимо спецгрупп госбезопасности и отрядов, которые здесь работают, создаются еще, вот, районные отделения НКВД, там, Червенская, допустим, да, там, Минского сельского района, отделения, городел по городу Минску создается, вот, то есть, вот, все это вот создается, и, как бы, они на своих участках ответственности, они руководят партизанской контрразведкой, вот, то есть, вот такая вот сложная структура, поэтому чекисты были интегрированы, и, здесь, помимо тех, которые приходили с большой земли, забрасывали, кто пешим проходил, кто там парашютным способом десантировали, вот, ведь было еще много сотрудников госбезопасности, которые по воле военной судьбы оказались на оккупированной территории, в частности, те, которые вот Могилево обороняли, там, 210-я там дивизия, из нее вот я находил судьбы особистов, которые оказались на оккупированной территории, перешли к партизанской борьбе, и были интегрированы там в партизанскую контрразведку, в особые отделы партизанских формирований, а вот самый такой иллюстративный пример, это пример капитана Рубинова, я упоминал его уже, его отряд, небольшой отряд, два десятка человек, там практика была какая, они разбивались на небольшие группы, так легче было выживать, и решали, вот, как бы, общие задачи, между собой связь, курьером, как правило, там, когда получалось, когда нет, но в итоге очень быстро этот отряд, как единица, тот перестал существовать, осталась группа небольшая, и эти люди, все потом, они проявили себя по-разному, допустим, начальник Осиповического разделения КГБ Мазур, он стал командиром 13-й Костюковической бригады, то есть это как бы немалый уровень, да, вот, Рубинов погиб, причем он погиб, он был раненый, кто-то сообщил, видимо, где он скрывается, там он неподалеку от деревни Воля, вот Осиповического района, он принял бой, отстреливался, пока были патроны, последний патрон оставил для себя, то есть он не сдался, вот, из его отряда Степан Сумченко, это был начальник, если не ошибаюсь, Слонимского гуротдела, который был в отряде, он сначала возглавил штаб отряда короля, Королева, вот, будущего героя Советского Союза, это председатель райисполкома Осиповического района, вот, потом замещал Королева, когда тот вылетал в Москву для отчетов, в качестве командира отряда, потом в качестве командира бригады замещал его, и замещая его в качестве командира отряда, он вывел, в качестве командира бригады, вывел бригаду из-под удара, там карательная операция проводила с немцами, то есть он без потерь почти вышли оттуда, да, вот, потом он одновременно возглавлял, был заместителем Королева, и в соединении, потом Осиповическом, по разведке и контрразведке, он погиб уже в январе 44-го года, пошел на встречу с агентом, агент из батальона карательного Бишлера, Гауптмана Бишлера, он сформирован был на территории оккупированной Российской Федерации, ну, РССР, да, состоял из местных, ну, полицейских, они занимались разложенческой работой, то есть разагитировали, для того, чтобы те переходили в партизаны, вот, видимо, агент двойным оказался, потому что там была засада, Сумченко принял бой, и тоже не сдался живым, то есть застрелился, по другим данным, гранатой подорвал, ну, в данном случае не важно, важно то, что, вот я два примера привел, люди выполняли, у них могло что-то получаться, не получаться, но вот когда случилось такое выбирать или плен, да, или вот, они выбрали смерть, ну, это же характеризует их, так ведь? Безусловно. Не как каких-то там этих самых, а как людей сильных, волевых, а остальные из отряда, они также в разных этих самых возглавляли, вот Михаил Ашев, тот же из его отряда Рубинова, пошел в разведку вместе с Федором Лопачевым, почему я говорю так, Федор Лопачев, потому что потом они вместе с ним, у Балыкова были в отряде, потом, значит, а когда освободили Гомельчину, и раньше освободили, получилось, что как бы и Михаил Ашев, и Лопачев им, как бы, как все война кончилась для них, да, все их, вот, но они, тем не менее, они Михаил Ашев, ходатайствовал перед руководством, чтобы его направили снова на оккупирование, уже в апреле 44-го года, забрал с собой того же Федора Лопачева, заместителем по контрразведке уже к себе, вот эта спецгруппа НКГБ, БССР, Буря, которые навели еще, ну, были парашютированы, там 9 человек, по-моему, было, вот, и он с собой еще и с Добрушской бригады забрал, где он был, также Михаил Ашев, заместителем у Кривенченко, по разведке и контрразведке в бригаде, вот, то есть они прилетели, воевали достойно, здесь он же и Героя Советского Союза получил, за то огромное количество эшелонов немецких, которые они под откос пустили, то есть эти люди как бы не потерялись, и многие из тех, которые по-разному, кто-то из плена бежал, когда говорят у нас, что вот если был в плену, то ты, как бы все, на тебе клеймо стоит, ничего, очень много примеров, когда люди, бежавшие из плена, возглавляли отряды, становились комиссарами, а многие служили в особых отделах партизанских отрядов, то есть как бы им было доверено судьбы других людей, понимаете, поэтому это тоже такой развенчатый миф о том, что все, кто были в плену, к этому, ничего подобного. Но опять же этот миф-то создавался, когда, ну, я уверен, что и были такие факты, конечно, безусловно, ведь дема без огня не бывает, но, но мне кажется, вот в период постперестроечный, это просто какая-то целая волна такого негативного, именно негативной информации, вообще, вот о чем вы говорите, о системе, допустим, приема-неприема, бежавших из плена, бывших в плену, о системе работы НКВД, о системе работы СМЕРШ, отложены тоже немножко другое, но вместе с тем, то есть, такое ощущение, чтобы была целая системная работа, просто по дискредитации, дочернению, все это героическое, героическое, проистого слова, история. Давайте, при том, что человек несовершенен, по своей природе, это не требует никакого доказательства, что человек несовершенен, в силу этого он совершает различного рода поступки, которые, как бы, которыми потом может и не гордиться совсем, и стараться забыть, за некоторые из этих поступков может наступить там ответственность, в том числе уголовная, я просто к тому, что, если смотреть в целом, ведь война была очень масштабная, никогда такой войны не было, чтобы речь шла о том, а вообще будем ли мы жить, да, не просто, что у нас заберет кто-то там территорию, ведь, смотрите, норвежцам от того, что их оккупировали, было все равно, потому что, ну, норвежские, родственная нордическая раса, там проблем нет никаких, понимаете, голландцев проблем нет никаких, даже с французами, которые вот, тоже проблем нет никаких, оккупация Франции, оккупация Беларуси, это два разных полюса, несравнимых абсолютно между собой, вот, а здесь мы для них не люди, унтерменши, понимаете, задача стояла просто, причем уничтожение не в силу там какой-то личной неприязни, там или национальной какой-то там неприязни, а в силу экономической целесообразности, ведь это, когда мы говорим про Планост и про то, что 75 процентов населения подлежали выселению, так называемому, ну, вещи своими именами просто не называли, куда выселять, выселять, газовая камера, да, то ведь это все было обосновано экономической целесообразностью, ненужностью такого количества, в данном случае 30 миллионов славянского населения, это уже не только Беларусь, захватываем больше, да, просто в силу экономической целесообразности, столько едоков не надо, для Минска надо 50 тысяч немецких колонистов, и 100 тысяч обслуживающего персонала, белых рабов из числа белорусов, все, остальных, остальные просто не нужны, так это Минск, как бы, самый крупный город Беларуси, а в остальных городах, соответственно, меньше, 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 и сколько, так вот, давайте посчитаем, если для Минска 100 тысяч, для остальных, так вот, и наберется всего ничего, и как это перекликается с тем, когда они говорили, не так давно глобалисты, про золотой миллиард, а остальные как бы не нужны, и что они делают, это как раз таки вот, в русле той повестки, которая там принята, но вернемся назад, и мы видим вот эту вот титаническую работу, которая здесь на оккупированной территории проводится, мы сейчас говорим не о боевой деятельности, а просто вот про организаторскую работу, и ведь о том, что вот эта организаторская работа важна, свидетельствуют, ну, как бы данные из 41-го года, ведь первые группы, вот у нас 104 отряда партизанских, и 323 группы созданы, и эти 323 группы, они разные направленности, в их числе есть организаторские группы, задача которых на оккупированной территории организовывать, собирать вокруг себя, там формировать, и так далее, и так далее, то есть, и диверсионные группы, задача которых там конкретные объекты указывались, ну, в 41-м году это были аэродромы, допустим, 18 групп было отправлено для, они были обеспечены амманалом, взрывчатое вещество там, и так далее, для уничтожения аэродромов, ну, не самого аэродрома, как такового, а для подрыва там, каких-то объектов, которые влияют на качество обслуживания, вот, самолетов противника, по возможности, и так далее, ну, вот, если, чуть-чуть подвести, попробовать какие-то итоги нашего разговора, вот, на ваш взгляд, почему именно в Беларуси, вот, вы назвали цифры, которые поражают, 374 тысячи человек, партизанов, и 400 тысяч, и 70 тысяч подпольщиков, 70 тысяч подпольщиков, и 400 тысяч резервов, это для 10-ти миллионной по тем полям страны, ну, в начале, перед войной, которая не была 10-ти миллионной, пусть, пусть 9 с половиной, это же, ну, это считается, что всенародное движение, но тут, знаете, что надо, даже не так посчитать, вы, если мы возьмем все население Беларуси, мы должны учесть, половина из них женщины, давайте так, дети, старики, я к тому, что, ну, я просто хотел, мужиков, которые могут взять в руки оружие, не так много, вот, и остается, а еще кто-то уже в Советской Армии, были призваны в армию, эвакуированы были, да, конечно, поэтому процент большой, очень большой, очень большой, и, как бы, аналогов нету, у нас, что могло способствовать, помимо того, что люди не приняли, оккупантов, в большей массе своей, да, но где-то же приняли, конечно, где-то приняли, а у нас не приняли, но у нас кто-то пошел с ними на сотрудниче, но ведь смотрите, всех организаторов и активистов, они привезли с собой в обозе, они об этом, вот, если посмотреть отдельные там документы, посвященные вот этой проблематике, по линии полиции безопасности и СД, то мы видим, что они говорят, о, белорусы инертны, они вот находятся так, под влиянием советской власти, там, комиссаров и так далее, и так далее, вот, и среди, никто не хочет занимать какие-то должности руководящие, почему у нас вот поляки активно занимали, везде руководящие должности, там, бургомистров, войтов и так далее, вот, а остальных надо было привезти с собой в обозе, и мы видим, если посмотреть на ключевые фигуры, мы видим, что их оккупанты в реальности привезли с собой в обозе, я бы их даже к числу белорусских коллаборантов-то не относил, они не граждане СССР были, понимаете, просто это, ну да, по национальности, да, но он там всю жизнь... А истории как каратели тоже, по сути, выписывали-то, да, то есть тут и украинцев можно вспомнить, и латышей, и литовцев, да, и не только, ну много, то есть привозки. Ну они проповедовали такой древний принцип, очень эффективный, разделяя и властвуй, для того, чтобы клин вбить между народами, вот это тоже ведь на это работало очень сильно. Ну и потом... Ну вот вы говорите, не приняли, а опять же, почему там приняли, а здесь не приняли, вот вы сами для себя, как отвечаете на этот вопрос? Сложно, сложно, наверное, это как бы надо в области смежных наук с историей, там, междисциплинарно, там, искать ответы, там, психологов, социологов, но это особенность, я могу сказать просто, вот в общем, это особенность нашего народа, это при том, что я не говорю, что он исключительный, там, какой-то, что среди них хватает, и сегодня мы видим, что мы все как бы далеко не однородные, там, да, что присутствует разная у нас группа кластеры, но, но в ту минуту, страшную минуту, когда речь шла о жизни, о выживаемости, ведь что такое, ты помогаешь партизану, ты все, смертный приговор себе подписал, ты спрятал у себя раненого красноармейца, смертный приговор, семья Осмоловских, 13 человек расстреляны, за то, что раненому генералу Романову, командиру 172-й стрелковой дивизии, которая обороняла, оказали помощь. На глазах у моего деда, кстати. Да? Ну вот, видите, и там же их расстреляли. Дед рассказывал, разрывными пулями в шею стреляли всем, головы отлетали, как мячики. видите как. И тем не менее, Ольга Щербатцевич, вот эта группа, Ольга Щербатцевич, которая собралась там, там и родственники, и подруги по работе. Это при том, что мужа Ольги Щербатцевич репрессировали, его расстреляли. В 37-м году обвинили там во всех смертных грехах, там польские агенты, и так далее, и так далее, и так далее. И тем не менее, она не ожесточилась, она, ее сестра Надежда Янушкевич, брат ее, муж сестры, они все в этой группе, ее подруги, Елена Островская, там другие женщины, просто на которых предатели не смогли указать, которые помогали. Вот. Раненым офицерам, здесь у нас на территории первой клинической больницы, там где вот эти зеленые здания, БПИ, старое, по-старому говорю, там, да, вот, в этом районе, где находились пленные, раненые советские офицеры, красноармейцы, вот, они ведь помогали, просто, и это не единичная была группа, просто она стала известной благодаря вот этой трагедии, и тому, что даже не столько трагедии, сколько тому, что фотодокументирование, или кинодокументирование было проведено этой трагедией, ведь потом даже немцы, они ведь командование запретили солдатам позировать на фоне казни и так далее, то есть саму казнь снимаете, но вот самим там не надо светиться, то есть они меры такие принимали. Люди рисковали, и подвиги, которые, вот, читаешь, молодые люди, которые совершали, они выходят вот, ну, за рамки, то есть человек жил себе спокойной жизнью, там, да, а потом он вдруг в нем что-то такое поднялось, какая-то сила, да, дремлющая, и он совершает подвиги, которые, в общем-то, ну, не укладываются, как это можно, да, при том, что... Это не единичный случай. Нет, не единичный, при том, что пытали тех, кого захватывали, там, будь это партизан или подпольщик, издевались там, страшно издевались, да, вот, и тем не менее, люди ведь не ломались, не шли на сотрудничество, вот у нас было восстание, готовилось восстание военнопленных в лагере Шталак-352, и благодаря вот одному из хрестоматийных таких, иуд, Рудзянко, да, вот он и в книге Новикова, он и стреляет, в фильме там, Рудзянко, это такой персонаж отрицательный, это техник-интендант второго ранга, или лейтенантом, который, в общем, пошел, был спасен Ольгой Щербатцевичей, товарищами, при выходе, был, при попытке уйти за линию фронта, был схвачен вместе с Ольгой, ее сыном Владленом, испугавшись пыток, он пошел на сотрудничество, ну, в данном случае, с Абвером, не с полицией безопасности, с Абвером, здесь, минским филиалом Абвера, выдал Ольгу, там, других кого знал, кого не знал, он тех не выдал, вот, повезло, то есть, я просто знаю, что женщин, их, нескольких арестовали, так же, вот, они действительно помогали, но никто на них не указал напрямую, а Ольга их не выдала, там, другие не выдали, поэтому их отпустили, там, через какое-то количество, там, я уже не помню, недель, там, или месяцев, держали, в тюрьме выпустили, он же был внедрен обратно, в госпиталь, в этот, ему рано, в ногу был ранен, тяжело, ему ее там, в общем, немецкие хирурги там, что-то сделали, ну, чтобы рана была, так скажем, как свежая выглядела, да, его туда внедрили, он вошел в доверие, выявил группу, там, по подделке документов, там, по всему, одним словом, внес свою, такую, лепту в то, что потом, немецкая, немцы разгромили, восставших, арестовали, и вот, что по документам проходит, что говорит, несмотря на, жесткие меры, на строгие меры, которые применялись к военнопленным, вот, никто из них не выдал ничего и никого там, то есть люди, и таких примеров действительно много, и причем это ведь подвиги совершают люди в возрасте, мужчины, женщины, обычные люди, которых никто не готовил, нету портрета, нету портрета, вот такой, маленькие, ну, совсем школьники, совершенно, понимаете, невозможно собрать, какие-то общие характеристики даже найти, да, так у нас, это как и женщины, так и мужчины, как и подростки, да, и даже дети, и люди пожилые, там все, все буквально возрастные категории, там, различные социальные группы, то есть, и у нас, вот это характерно, когда говорим мы о народности, ведь народность, как можно увидеть, только через представителей различных социальных групп, увидеть, что это не какой-то кластер, там, допустим, имущественный какой-то, который там, там, небожители, допустим, или наоборот, лишенные всего, а здесь вот, вот, сверху донизу люди, независимо от занимаемых должностей, вот, независимо от достатка, независимо от состояния здоровья, от пола, возраста, партийной принадлежности, или там конфессиональной, они участвуют в этой борьбе, каждый по-своему, кто-то партизанам соль, дает, без которой там в лесу не выжить, да, кто-то медикаменты, вот, кто-то делает липовые бланки документов, позволяющим, позволяющие там разведгруппе, там, легализоваться, допустим, на территории оккупированных, Новоминска, кто-то передает весточки, кто-то радиостанцию переносит, просто, тоже рискуя жизнью, понимаете, и таких вот примеров множество, ну что ж, разных таких вот. оставим все-таки поиски причин, вот такого вот всеобщего, можно сказать, поведения, другим специалистам. Ну, в любом случае, это вызывает у меня личное уважение. да, безусловно, да и гордость, и гордость. Да, за принадлежность к этой стране, к этому народу. Это же наши, это же наши деды делали все, ищи-то. Конечно наши, да. Конечно наши делали, они чьи-то. Чьи-то делали по-другому. Ну, правда, на фронтах. Ну, я в общем говорю, безусловно, там, у каждой семьи своя история, но так или иначе, это все наши. Да, разумеется, и в этом смысле, если мы говорим там, вот, о роли чекистов, они, да, они были вот рядом со всеми, и вместе там, вот, делали то, что им было положено, поскольку, как я вот говорю, что если ты в мирное время получаешь зарплату, получаешь звание воинские, то в лихую годину для своей страны, ну, будь добр, как это самое, и не только согласно присяге, а просто вот внутри должен быть готов к тому, что ты пойдешь и выполнишь свой долг. Вот. Поэтому, человек в погонах это долг особый. Тут я... Да, а кто, а кто должен делать? И психологически готов. Когда уже гражданские поднимаются, это уже означает, что совсем тяжелый случай. И ведь у нас, он таковым и была, великая, она же ведь не названа советско-германская там, или какая-то иная война, она названа Великой Отечественной, потому что все Отечество поднялось на борьбу. Мы вот сейчас только вот поговорили про разные социальные группы, достаточно на таком вот уровне, может, не научном, таком, на, зато понятном для людей. Она поэтому и названа Отечественной, потому что нас этого Отечества хотели лишить. Не просто там отнять что-то там, территорию, а просто лишить культурно-исторической традиции, жизни, право называться людьми там и всего этого самого. Поэтому и война такая большая была страшная. Спасибо. Спасибо, Валерий Николаевич, потому как, ну, вот это важно и знать, и помнить, и помнить, а невозможно помнить, если не знаешь. Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете свою работу, очень важную. И вот эту память собираете, аккумулируете и сохраняете, несете в себе и в своих работах. это процесс нескончаемый, можно сказать. Безусловно, но это очень важный процесс, потому как времена меняются, все меняется. Человек, я уверен, не меняется. Природа человека, она как сейчас есть, тысячу лет назад, сто лет назад, восемьдесят во время Великой Отечественной войны. Люди по природе своей не меняются. Все остальное только может меняться. Здесь важно знать, чтобы не обманули посулами какой-то сладкой жизни, как это сегодня происходит, когда ради этого готовы бросить и Родину и все. Тогда ведь то же самое обещали. То же самое. Говорили, что вот новая власть, у вас будет все, 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 потом вместо этого все. Все уже смогли увидеть здесь у нас, начиная с лагеря в Дроздах, который создавался как фильтрационный, а по сути стал лагерем смерти. За две недели 10 тысяч человек, а потом расформировали его одни в гетто, других в шталаг 352 и дальше продолжили уничтожать. Только место уничтожения поменяли, понимаете. Вот. А ведь тоже обещали, все вам будет хорошо, все будет хорошо, все нет. Хорошо должно быть вот там, где мы, где наша земля, где наша Родина, наше Отечество. и пусть мы несовершенны, но вот что мы сделали, это наше, да, наши ошибки, наши победы, и учить нас, и уж тем более приходить так, как это было в 41-м году, вот, на нашу землю с оружием, ну, точно не стоит. Тем более, что, ну, я не знаю, правда это или нет, но я иногда употребляю это выражение, как кто-то сказал после войны, белорусы, берегите ваши леса, они вам еще пригодятся. Так, я хочу сказать, что мы сберегли эти леса. Леса на самом деле, да, сберегли, это наше достояние, гордость, даже наше болото. И не только для того, чтобы мебель делать, ну, все это понимали. Да, ну, я вам скажу, что для партизан, да, но ведь у нас подполье было тоже многочисленное, а это уже не леса, это уже другая территория, которая есть везде, но это тема и отдельного разговора, и думаю, ни одного, потому как там тоже очень много интересного и того, о чем люди к сожалению, забывают, но... Ну, кто-то забыл, кто-то не знает, все знать невозможно, но напоминать об этом рассказывать надо, потому что это те скрепы, которые нас сильнее делают, потому что если люди смогли в тех условиях, когда вообще ничего не было, и они смогли победить, понимаете, вот здесь пришел враг, территория оккупирована, здесь установлен такой режим страшный, то есть человек вообще, он никто, вот убили и все, и никто не несет ответственности, понимаете, и люди в этих условиях жили, выжили, сохранили детей для того, чтобы жизнь продолжилась белорусского народа, без этого невозможно, извините за такие вот, как бы вот вещи, сохранили свое достоинство, в большинстве своем, ведь сохранили, после этого восстановили республику, да, с помощью других братских народов Советского Союза, но так у нас как бы толока, никто ее не отменял, вот, что в маленьком масштабе, что в большом масштабе, вот, а сегодня мы в несоизмеримо лучших условиях живем, и как бы вообще не вижу повода, а что нас может побудить отдать, вот, то, чем мы владеем, понимаете? Все здесь, для этого важно знать и помнить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин